Друзья мои, всем привет из Канады! Я ужасно извиняюсь, что у меня третье видео подряд про коз. Я понимаю, что не все любят коз настолько, настолько... Чтобы смотреть три видео подряд. Но так получилось просто я в прошлый раз, когда делала обзор магазина, потом делала примерки только вещей с распродажи. Про которые сейчас скажу, кстати. Меня просили померить несколько вещей, которые видели в обзоре в моем. Потому что девочки просили померить, потому что девочки хотят знать, как эти вещи сидят, размеры и так далее. Поэтому я вернулась в коз снова, чтобы померить вещи, которые меня просили померить. Потому что я обещала, я сказала, что обязательно в следующем видео их примерю. Поэтому не обессудьте, пожалуйста. Кто совсем-совсем не любит коз, пожалуйста, дождите следующего видео, оно обязательно будет про что-нибудь другое. Про распродажу. Значит, если вы помните, сколько было распродаж в прошлый раз это было буквально неделю назад или что-то около этого можете представить что сегодня в магазине нет ни одной вещи на распродаже ни одной то есть они не могли распродать за такое короткое время я думаю что у них просто такая политика что они все эти вещи собрали куда-то на склад отправили когда будет следующая распродажа них снова вытащат снова повесят вот вот такая вот у них система и вот такая вот у них история с распродажами очень странно мне это непонятно но тем не менее я думаю что видео будет короткое потому что вещи у меня немного и у меня сегодня все такие знаете синие синие мотивы вот это платье который меня просили померить и они есть эти платья еще в нескольких цветах есть такое же платье розовое очень красиво розового цвета и есть такие же платье черного цвета нашла я вот такой вот к нему попробую примерить вот такой синий очень красивый кардиган вот это платье зеленый синий меня тоже просили примерить запахом потому что я снимала в моем обзоре и все было очень интересно и вот этот свитер я решил примерить сама потому что мне очень тоже он понравился и мне стало интересно посмотреть как он сидит как он выглядит про размеры процены про состав все скажу после того как примере себя особенно не показываю я бегу с работы на мне вот такие черные совершенно скини скини это даже не джинсы в общем почти что джинсы большая такая широкая кофта цепь не помню откуда такая массивная серебряная или секунда или еще откуда уже не помню честно говоря ну вот собственно и все ну что ж друзья мои первое платье она очень симпатичная очень необычная красивая расцветка у них есть такой расцветки похожие сейчас есть брюки и блузы такие только бежевая с черным бежевый фон и черные такие вот разводы очень интересная расцветка очень красивая интересная такая ткань в рубчик или плессированная я даже не знаю как сказать скорее всего это синтетика я проверю конечно же состав она довольно длинная у него есть карманы и это он сейчас выберу свой пуховик ужасно некрасиво торчащему черный пуховик у нас ужасно слякоть снег дождь со снегом в общем погода ужасная поэтому я в таком огромном черном пуховике как как спальный мешок мне очень удобно короче девочки по моему это размер смол я когда увидела на вешалке это платье я сначала хотел взять ларш ну как все потом подумал боже она как огромная потом взяла видео посмотрела тоже подумала огромная ну ладно думаю возьму смол и подумала ну рискну и вот я совершенно не ошиблась с ним с размером потому что мне даже наверное экстрасмол бы подошел у него есть вот здесь вот карманы как я уже и сказала сзади она совершенно сделана обычно на витрине она у них стоит с поясом кстати я сделал фотку потом поставлю чтобы вы понимали что что мне хочется на него надеть пояс но это не только моя идея это также идея дизайнер магазина дизайнер витрин который поставил витрину это платье и поставил и надел на него пояс потому что уж очень широкая хотя она имеет как бы форму они не мешок-мешок видите вот здесь вот такой рукав как летучая мышь по-моему это цельнокройная до рукав цельнокройный и он идет и потом она немножко так раскрешается к нему быть лучше виду платье красивое мне она очень нравится очень нравится сейчас я посмотрю состав и смотри сколько он стоит я честно время так состав этого платья полиэстер с эластаном я как бы ничего другого не ожидала вы видите какая ткань но он она очень приятная на ощупь смотрите как красиво сделаны карманы обработаны то есть вот детали конечно в коз они очень обращают внимание на детали значит это размер смол и стоит она 150 долларов но так стоит после платья которые плестровые видите смол 150 долларов вот такой вот вот эти в годы и сзади она сделана совершенно обычно у него есть небольшая вот 10 молнии мне кстати очень нравится как бы молнии в коз они такие необычные вот эти вот собачки у них такие не собачки а палочки но я хочу сказать что я надела его через голову не не открывая не раскрывая молнии то есть его вырез достаточно большой для того чтобы быть надетым без того чтобы открывать или закрывать этот замок потому что это не всегда удобно потому что иногда нужен второй человек который вам его откроет и закроет вот такое платьице значит я хотела посмотреть как она обработана на рукавах но она никак не обработана просто отрезана и все решила еще примерить кардигаг вот этот синий мне очень понравился его цвет и мне кажется она очень подходит к этому платью прямо совершенно вот этот вот синий одинаково у них в кардигане и в и в платье ну как бы конечно его можно носить чем-то другим безусловно он тоже очень оверсайз мне кажется это медиум мне кажется у них был медиум и ларч в общем короче я видела что он очень большой но решила все-таки его примерить потому что мне ужасно понравился его цвет кстати очень похож на форме на кофту в которой я пришла тоже такой большой при большой и опять вот у меня к сожалению нет с собой никакого пояса но если бы надеть вот сюда пояс ты был бы намного красивее намного элегантнее потому что вот такая кофта бабушкина кстати в прошлом году по моему не было такой же кардиган только с карманами и он был по моему бежевый и розовый такой чайные пыльные розы и бежевого цвета я тоже примеряла он по моему был шерст с мохером этот наверное тоже но я посмотрю состав в общем потрясающий цвет очень красиво отцу кофта имеет состав 38 процентов альпака 38 процентов шерсть все остальное полиамид да это тоже размер смол я примеряла то есть вот видите они очень урисайз я думаю что это медиум это смол и стоит она 175 долларов сейчас никакой распродаж никакого села полная цена состав неплохой пушистенькая такая ну симпатичная кофта но очень большая я не знаю них такие размеры конечно несмотря на что вот на трикотаж и на вот эти вот платье они очень урисайзе ну что ж это платье совсем наоборот 12 размер если вот это смол вот этот вот это 12 что соответствует наверное экстреларч я думаю ну ларч экстраларч вы что-то видите как у них отличаются размеры она мне конечно чуть-чуть немножко великовато в пройме длинноватые рукава но вот здесь я думаю что если б я взяла меньше размер она была бы мне узкая маленькая потому что хоть несмотря на то что это платье с запахом и в принципе она можно варьировать размеры но я думаю что просто если маленький за довольно маленький запах вот у меня вот здесь вот он кончается то есть если бы это был например меньше размер то запах был бы вообще вот такой то есть я думаю что наверное 10 был бы мне тоже хорошо но 10 не было был 6 4 6 8 и 12 14 я решила взять 12 потому что я 14 мне вот большой а 8 мне будет маленький теперь хочу сказать что конечно то что он большой размер не великовал это не видно спереди но это видно сзади вот на спине вы видите таким немножко немножко слишком много тканей потому что сзади оно еще какой-то такой идет сборочкой от талии вот и как бы это выглядит немножко не очень красиво как будто у меня слишком вот здесь вот видите слишком много ткани сзади давайте попробую сзади себя снять чтобы вы увидели как это выглядит вы понимаете о чем я говорю вот это вот ткань здесь очень немного лишней ткани но вот здесь если бы это был меньше размер она была бы мне наверное как-то он некрасиво бы облегала мне она очень нравится не на мне и не этот размер мне в принципе нравится очень идея этого платья я думаю что мне нужен был бы 10 и потому что 8 мне будет маленький 10 может быть можно было бы попробовать и может быть сзади бы она так не бугрелась хотя фикова знает может тоже был нехорошо потому что вот она конечно сделано не не на мою фигуру потому что вот здесь она очень видите у него не так много не такой большой запас здесь вот здесь она мне в самый раз вот то что ниже талии она мне хорошо а вот выше талии нам не конечно велико и рукава длинные я еще загнула их между прочим манжета в принципе если его отогнуть он будет вообще очень длинный но ведь его можно так вот закрутить ему будет очень даже неплохо выглядеть почему-то у меня очень дежурный как-то желтит очень свет значит платье очень хорошего состава 96 процентов шерсти 4 процента эластан и поэтому она такой вот дорогой двести двадцать пять долларов двенадцатый размер сделано но знаете как интересно вот этот вот ремешок продевается вот в эту дырочку внутрь и так у меня к сожалению одна рука занята телефоном я не могу вам показать в общем здесь есть отверстие в шве вот сюда вот продевается вот этот пояс откручивается вокруг и застегиваться вот на эту пряжку вот ведь я продела продела вот этот пояс и вокруг платья обвязала и застегнула здесь на вот эту металлическую пряжку что в нем интересного сзади давайте я вам покажу чтобы вы поняли видите сзади на поясе идет вот такая вот сборка за счет этого спина очень широкая получается на спине очень много тканей и поэтому вот например для меня как бы размер очень трудно подобрать потому что здесь внизу она прямой как вот такой чуть решается но вот уровне на уровне попа и живота она по фигуре а сзади вот такая вот эта вот большая сборка создает такой пузырь спине который не очень красиво выглядит и очень низкая тоже пройму получается вот такой вот манжет до платье красивая но немножко не надо его мерить потому что не всем фигурам она подойдет что здесь написано про него а ну вот видите написано что 96 процентов шерсть сертифицированная шерсть какая-то особенная но она действительно чувствуется качество чувствуется хорошая ткань но вот с фасончиком немножко они чуть перемудрили можно было меньше ткани сзади и тогда бы легче было бы подобрать размер ну что ж и этот свитер я решила его примерить сверху на это платье как будто бы что это юбка потому что он не очень длинный а у меня очень скинье джинсы и на них нужно что-то очень такое длинное чтобы прикрыть все а этот свитер не закрывает все поэтому вот я решила померить его с этим с этим платьем и кстати по цвету очень подходят эти синие полоски я даже выпустила манжет чтобы получилось так вот немножко интересненько вот этот свитер по-моему тоже размер смол или медиум я сейчас проверю все вам скажу он очень симпатичный это очень мило смотрится вот эти вот швы вот здесь вот которые выпущены наружу манжет у него видите манжета у него нет рукав у него такой без манжета просто прямой рукав часть его оттяну чтобы поняли как это выглядит вот так вот он просто заканчивается просто такой широкий рукав потому что с этим манжетом не очень понятно что происходит какие тут дела с ним ну вот вот такой цвета рук нравится он мне нравится ну знаете вкус я никогда ничего не покупаю за полную цену только ждем распродаж потому что здесь все очень дорого но вот вместе даже с этим платьем у меня сегодня такая синяя координация синего с синим у меня какой-то сегодня такой такой запал пошел на синий цвет и вот такая вот матросская тема синие с белым и вот это платье в общем как бы так вот такой вот вот такой у меня сегодня комбинация такая получилась этот свитер имеет прекрасный состав 64 процента шерсть и 36 хлопок или наоборот сейчас подождите проверьте 6 хлопок 64 процента шерсть стоит он 135 долларов я считаю что это недорого но по косовским меркам недорого для такого состава то есть шерсть хлопком прекрасный состав тоже примеряла и размер смол он тоже довольно большой версаль не имейте ввиду что я примерила размер смол вот на это вот платье который имеет довольно большой объем на спине буш как музыка орет я надеюсь что меня эти не не забанят за нее зачем они такую громкость включают в невыносимо просто да значит хороший свитер очень хороший состав и он интересно сделан и очень модно сейчас полоска хорошо такой аккуратненько все сделано красивый свитер красиво эта полоска есть еще такой же реверс то есть синий синий на синем фоне белые вот такие полосы но синий более темный такой более насыщенно синий вот ну вот этот свитер мне нравится хороший свитерок будем ждать распродажи если дождемся не думаю не думаю что он довисит до распродажи потому что у нас канаде это ну цена как бы не не дешевая конечно но не такая убийственная для такого состава потому что это не синтетика это в общем хороший состав и он очень симпатичный цвета рубка ну вот друзья такой у нас сегодня получилось видео наверное коротенькое потому что я взяла совсем немного вещей и оно такое у меня внезапно магазин коса 5 у меня просто образовалась некоторая дырка в моей сетке вещание что называется и поскольку меня уже просили записать вот померить несколько вещей поэтому я вернулась сюда снова в коз и записала снова видео далеко не уходите следующее видео абсолютно будет не про коз сто процентов я вам обещаю будет что-нибудь другое что-нибудь интересное и на сегодня все люблю целую с вами была дитя из канады всем пока бай